Екатерина Аволиани. Пишем «Интересно». Слово автору. Привет, я Катя, журналист. Прошла путь от корреспондента до руководителя телепроектов. Мой конюк — понятные и интересные тексты. Такие знания получаю только на практике, путём ежедневных проб и ошибок. И в этой книге я буду делиться своими секретами, как этого достичь. Я сэкономлю ваше время и силы, объясню всё на простых примерах, дам работающие шаблоны и алгоритмы. Кому будет полезна книга? Сценаристам и журналистам не все знакомы с профессиональными приёмами создания интересных текстов. Мои знания пригодятся опытным авторам, помогут выйти из ступора, когда слово не идёт. Блогерам. Блоги содержат много полезной информации, но часто начинаешь понимать смысл, только перечитав текст два или три раза. Книга подскажет, как убрать лишнее и донести важное. СММ-специалистам и маркетологам. Информация сегодня поступает с бешеной скоростью. И задача специалиста — донести смысл текста за несколько секунд. Моя книга поможет написать лаконичный и содержательный текст. Я приглашаю вас в мир текста. В мир, где простые правила всё расставляют на свои места. Три стадии. Краткое знакомство с профессией. В нашем ремесле есть три основные стадии. Обученность, умелость, мастерство. Между ними обычно происходит ломка стиля. Сначала новичок следует чужим установкам, потом адаптирует их под себя и выбирает самые комфортные. Дальше он расширяет арсенал инструментов, пробует различные жанры, формы и стили, а когда наиграется, выбирает свой путь и совершенствуется в наиболее полюбившемся. На последней стадии у автора текстов появляется свой неповторимый стиль. Определённые обороты, необычные сравнения, особая логика мысли. Многие же узнают любимого певца по первым нотам. Здесь работает тоже правило. Иногда мастерство достигает такого уровня, что определяешь автора текста с первых трёх строк. Настолько работа характерна только для него одного. Это и есть идеал, к которому нужно стремиться. Но между первой и последней стадиями могут пройти не просто годы. Иногда это десятилетия. Три главных правила и алгоритм старта. Среди пишущих журналистов есть три негласных правила. Если из предложения можно выкинуть слово, а смысл не поменялся — это лишнее слово. Если из абзаца можно выкинуть предложение, а смысл не поменялся — это лишнее предложение. Если из текста можно выкинуть абзац — вы уже поняли. Это проверка на правильность построения и обоснованность слов. Но для начала не мешало бы написать текст. На этот случай есть уникальный алгоритм старта. Записываем мысли и тезисы. Складываем наброски в логическую цепочку. Каждое последующее предложение должно вытекать из предыдущего. Чистим текст, применяя три главных правила. В итоге получается краткий, ёмкий, информативный и логичный текст. Весь процесс чем-то напоминает задание из учебника по русскому языку для третьего-четвёртого класса, где школьникам предлагают из разрозненных предложений собрать связную и последовательную историю. «Кстати, очень рекомендую такие тренировки». Практическое задание. Попробуем? Вдруг пролетела муха и села на шляпу. Котёнок сидел на полу и играл с бумажным шариком. Любе подарили котёнка. На стуле лежала шляпа. Видны только белые лапки. Котёнок прыгнул на стул, шляпа упала и накрыла тишку. Тошнотность текста. Инструменты для саморедактуры и проверки. Термин «тошнотность» текста появился в 2006 году. Его придумали специалисты по раскрутке сайтов. В переводе на русский «академическая тошнотность» — это тофтология. «Классическая тошнотность» — злоупотребление предлогами, союзами и междометиями. История вопроса. Чтобы текст непременно попадал в топ выдачи поисковиков, авторы нашпиговали его ключевыми словами. Но такую писанину никто не читал. Тогда появились особые алгоритмы. Они отслеживали частые повторы и определяли индекс тошнотности. Чем он выше, тем хуже продающие качества текста. Почему это касается всех нас? Любой текст на современном рынке что-то продает. Если в нем много воды и сумбура, продажи падают. Если он насыщен информацией и легко читается, продажи растут. Поэтому благодарим SEO-оптимизаторов за инструмент и берем на вооружение. Вот несколько полезных ресурсов. adwego.com Одна из лучших онлайн-площадок для проверки частоты повторов, уникальности текста, количество значимых и мусорных слов. Очень рекомендую как авторам, так и редакторам. glvrd.ru Помогает очистить текст от воды, проверяет на соответствие информационному стилю. Подходит для рекламы новостей, статей, сайтов, инструкций, писем и коммерческих предложений. Не подходит для стихов и художественной прозы. miratext.ru Slash SEO Нижнее подчеркивание Анализ Нижнее подчеркивание Текст Это гениальная программа. Она покажет все слова-паразиты, чистоту их употребления и построит диаграмму тошнотности текста. После ее работы обычно стыдно. Вспомогательные программы online.orfo.ru Алгоритм проверит грамматику, стилистику и пунктуацию. Подчеркнет ошибки, посоветует правильный знак припинаний и предложит варианты для замены стилистически неверных выражений. languagetool.org Slash.ru Проверяет правописание на 20 языках. Это единственное отличие. Можно оформить премиум подписку для профессиональных переводчиков. Есть другие способы проверки на тавтологию. Проговариваем текст. Написал — прочитай вслух. Запнулся — перепиши. Этому уже много лет учат начинающих корреспондентов новостей. Работает. Комбинация Ctrl-F. После прочтения вслух можно еще раз проверить текст на повторы с помощью комбинации клавиш. Используем как подстраховку. Как не надо писать. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы. Из сочинений абитуриентов. Глагол — двигатель истории и главный помощник. Но иногда — двуличный предатель. Получаю как-то текст от автора и примерно на втором абзаце натыкаюсь на фразу. Чтобы запомнить лица заключенных, охранники пускали их по кругу. Какие ассоциации рисует мозг? Оргия. А вот и нет. В сюжете шла речь о способе запомнить лица всех особо опасных заключенных в конкретной тюрьме. Для этого охранники выгоняли арестантов во двор, заставляли их ходить по кругу, а сами часами вглядывались в лица уголовников. Но один глагол полностью изменил не только суть фразы, но и смысл всей истории. Так вот, о глаголах. Они могут быть лучшими друзьями и помощниками, а могут стать врагами и испортить всю работу. Хорошая история — это всегда понятные поступки и действия. А сюжет и его развитие — ничто иное, как изменение этих действий. Глаголы — главное в любом тексте. С их помощью легко пересказать суть. Ушел на войну, влюбился, женился, погиб. Плыл на корабле, попал в шторм, выжил, страдал, спасли. Воровал, поймали, осудили, исправился. Даже если это обзор, инструкция, описание товара или услуги. Основная смысловая нагрузка всё равно ложится на действия. Но не все глаголы одинаково хороши. Их условно можно разделить на две группы. Активные и нейтральные. Активные — конкретные действия. Бегать, спать, смеяться. Нейтральные — паразиты, без дополнительных слов никогда не поймёшь, что происходит. «Являться», «позволять», «существовать». Глаголы с чётким признаком действия — друзья автора. Нейтральные — злейшие враги. Первый активно используем, от вторых безжалостно избавляемся. Правильно подобранный глагол чётко очерчивает мысль без лишних слов. Не стоит забывать, что нейтральный глагол в сочетании с другими словами иногда приобретает совершенно неожиданный смысл. Пускать по кругу — яркий пример. Поэтому выбираем глаголы только с однозначной трактовкой. Текст, не секс. Структура и правила «звонок другу». В структуре текста три основные части. Начало, развитие, финал. Самое важное и сложное — начало. Правильное решение — сходу брать быка за рога и выдать интересную информацию. Ошибка — писать общие фразы. Для наглядности. «Привет, как дела?» «Привет, меня повысили на работе. Теперь я руковожу отделом». Это нормальный диалог двух людей. А давайте представим другую ситуацию. «Привет, как дела?» «Как известно, благоприятная экономическая ситуация в стране дала возможность многим компаниям расширить штат сотрудников. А требование правительства организовать социальные лифты способствовало назначению меня на новую должность. Теперь я руковожу отделом». «Вы так разговариваете в обычной жизни?» «Нет, конечно. А кто сказал, что так можно и нужно писать?» «Давайте запомним. Текст — не секс. Прелюдии оставляем для ночных развлечений. А писать нужно по жестким правилам». Первая фраза текста — наживка. На нее клюет рыба. Чтобы рыба не сорвалась, весь первый абзац наполняем максимально интересной информацией. Как этого добиться? Звоним другу. Обычно это выглядит так. «Ты представляешь?» А дальше звучит вся суть в нескольких предложениях. С самыми яркими подробностями. Запишите то, что сказали бы другу, сотрите, ты представляешь? Начало готово. Когда рыба на крючке, можно ослабить хватку и перейти к деталям. Это будет развитие истории. Здесь можно поделиться менее интересными фактами. В телефонном разговоре обычно так и происходит. Дело остается за малым. Закончить историю. Финал должен быть не менее эффектным, чем начало. Как добиться? В любой истории есть три значимых факта и три ярких события. Самое значимое ставим в начало текста. Менее яркое и значимое, но с эффектной деталью — в конец. Третий по значимости и яркости факт, а также сопутствующие детали заполняют середину. Это универсальный и самый общий алгоритм. Подробнее о каждой части в структуре текста с примерами и рабочими техниками в следующих главах. «Третьим будешь?» Правило трёх — секретный приём хорошего автора. «Пришёл, увидел, победил» — секс, наркотики, рок-н-ролл. «Не верь, не бойся, не проси». На правило трёх мы натыкаемся постоянно. Оно преследует нас с детства. Три богатыря, три девицы под окном, три поросёнка. На него долго никто не обращал внимания. А потом правилом трёх заинтересовались психологи. Оказалось, человеческий мозг быстро и надолго запоминает максимум три значимых факта, цифры или имени. Из психологии правило перекочевало в маркетинг. В наши дни на нём строят все продающие тексты. Правило трёх — один из универсальных алгоритмов. Работает на всех этапах создания сюжета, репортажей или статьи. Его можно использовать для первого предложения. На правиле трёх строится композиция любой истории. Оно подходит для эффектного финала. Заметили? Тезисный ряд всех постов я тоже строю на правиле трёх. Теперь вы знаете, это не случайно. Пример правила трёх в первой фразе. Она мечтала о славе, богатстве и любви. Тридцать погибших, десятки раненых, судьба ещё сотни пассажиров неизвестна. Жуткие маски, факелы и бой барабанов. Это примеры с простой тройкой через перечисления. Приём можно усложнить. В качестве трёх.